Вот они, пока еще пятеро кандидатов на краповый берет и первая часть трассы – огненно-штурмовая полоса. В спецназе говорят, пройти ее можно довольно быстро, но суть не в скорости, а в том, чтобы правильно выполнить все элементы. К тому же дымовые шашки и горячие покрышки затрудняют видимость, но все же основные препятствия впереди. В основном все элементы были взяты с передовых лучших подразделений спецназа российской армии, силовых ведомств российской армии. В частности, в эту сдачу был добавлен один из элементов – марш-бросок по похоте. Но прежде чем добежать до пашни – очередная преграда, на этот раз водная. Несмотря на то, что купальный сезон уже закрыт, выбора у бойцов не было. Александр Кирлан – один из претендентов на краповый берет. Он говорит, несмотря на интенсивные подготовки, пройти дистанцию было нелегко. Все элементы были очень тяжелые, но самым сложным было преодоление водных преград, потому что вода была очень нехолодная и судороги, но самым интересным, я бы сказал, высотная подготовка. Когда мы спускались, стреляли в окнах, залетали, это, мне кажется, по моему мнению, самое интересное. Очередная задача – лечь по движущейся БТР. Далее десантирование с Урала и вновь водная преграда – поливочный канал. По команде наставников кандидатам приходилось не только идти, вытаскивать раненых, но и ползти по руслу канала. Среди кандидатов – Вадим Коломячук. В прошлом году он уже пробовал свои силы, но заслужить краповый берет так и не смог. При этом он признается – та неудача не повлияла на желание обладать краповым беретом, а напротив – придавала силы. Краповый берет – это высший символ чести и достоинства спецназовца. Я решил себе доказать, что я смогу в тот раз дойти. Я долго к этому шел. Я пришел, сдал на него, доказал себе, что я могу и остальным. И вот спустя шесть часов прохождения трассы – последнее препятствие – спарринг. Согласно правилам, кандидаты должны продержаться четыре раунда по три минуты. Сначала друг с другом на склоне горы, затем по колено в болоте, на поляне и, наконец, с краповиками. Время! Время! По новой традиции вручение крапового берета проходит в торжественной обстановке. Однако дойти до заслуженной награды смогли не все. Двое из пяти выбыли. Но, как показывает практика, в следующем году они, возможно, снова будут пробовать свои силы. Жил Приднестровская власть, республика и спецназы. Александр Кожухарь, Денис Гуляев и Александр Тыш. Первый Приднестровский телеканал.